Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, куда можно? Некоторые фамилии мы и так с вами знаем, однако без конкретных доказательств и расследования это всего лишь пустые слова. Для возврата незаконно вывезенных активов из-за границы даже был создан профильный комитет. На сегодня правоохранительным органам удалось вернуть госбюджет около 1 триллиона тенге. Правда и тут большая часть информации о том, кто именно вернул, у кого забрали, понесли ли они ответственность, остается для нас простых обывателей большой тайной. И многих, признаемся, эта секретность начинает беспокоить. Вы смотрите программу СтопКоррупция. Меня зовут Артем Петров. Сегодня мы поговорим с экспертами об эффективности кампании возврата похищенных богатств. Казахстан продолжает устанавливать сотрудничество с другими странами не только в дипломатических целях. Сегодня один из приоритетов это возвращение активов, которые олигархи и бывшие представители власти, разбогатевшие на богатствах страны, вывезли из Казахстана и надежно спрятали в других юрисдикциях. Мы понятия не имеем, о какой сумме в итоге идет речь. За 30 лет независимости размеры похищенных активов могли достичь космических масштабов. Сегодня это все только предстоит выяснить. Соответственно, нужно готовиться к серьезному расследованию, которое продлится не один год. Уже сейчас известно о двух представителях казахстанского олигархата, которые попали в поле зрения антикоррупционной службы. О них мы рассказывали в предыдущих выпусках. Напомню лишь цифры. На сегодняшний день сумма возвращенных Кайратом Сатабалды активов составила 730 миллиардов тенге с лишним. В этом смысле рекордсмен и Кайрат Барамбаев, и Кайрат Сатабалды, да? Конечно же. Но мы же знаем только ту часть, которую они вернули. А из какой суммы они, из каких активов они вернули, нам это же неизвестно. Они в тенговом выражении, если вернули, скажем, триллион, а в долларах у них в офшорах или вывезены, какая сумма активов, если мы об этом не знаем. Поэтому пока довольствуемся тем, что они вернули самостоятельные. Если верить официальной информации, то к 2024 году правоохранительные органы в работе по возврату активов обнаружили похищенные активы в европейских странах, в Арабских Эмиратах и Азии. Из Лихтенштейна вернули 260 миллионов долларов, из Австрии 82 миллиона, из Объединенных Арабских Эмиратов 15 миллионов, а из Гонконга 2 миллиона долларов. Всего Комитет по возвращению активов нашел 344 объекта движимого и недвижимого имущества, в том числе 131 за рубежом. Также есть данные о ценных бумагах стоимостью 448 миллиардов тенге. Я так думаю, мы, наша власть, соответствующие уполномочие органы, должны, чтобы выполнять те задачи, те инициативы президента, они должны работать, действовать более наступательно. Даже, скажем, возбуждением каких-то уголовных дел. Кого-то надо еще посадить, наверное. Потому что это же, во-первых, это народные средства. Во-вторых, просто умолять, просить их, верните, пожалуйста, это тоже не годится. Они, конечно, возвращать будут, что они сами считают нужно. А вывезены активы за, скажем, последних 20 лет, не будем сейчас дальше, за 2000 год, да? Кроме того, изучаются банковские транзакции на 220 триллионов тенге. Это 500 миллиардов долларов, в том числе подозрительные операции на почти полтора триллиона тенге. Правда, у кого обнаружили все эти богатства, кто эти люди? Добровольно ли они вернули, или пошли на сделку с властями, чтобы избежать уголовного преследования, нам неизвестно. Вы знаете, эта программа видео, цена достаточно закрытая. Должен сказать, что 950 миллиардов возвращено уже только один кайратс от Балды, вернул 650 миллиардов тенге, это полтора миллиарда долларов. Около 10 миллионов гектаров земли возвращено, и 3,4 миллиона гектаров уже у новых владельцев. Тщательно сейчас проверяются транзакции, в том числе и проблемные транзакции. И около, думали, 100 человек будет в списке, но около 500 человек сейчас в списке тех людей, которые подпадут под действие этого закона. Я так думаю, что и комиссия при правительстве, и комитет по возврату активов, и генпрокуратура время от времени должны давать информацию для общества. Каким образом двигается, что делается, какие активы вернули, и куда они попали, и куда эти средства направлены. Это не моя прихоть, или, скажем так, как будто для средств массовой информации. Итоги этой кампании ожидает общество. Во-первых. Во-вторых, это начинание инициативы президента Токаева. Поэтому госорганы, которые призваны работать в этом направлении, должны обществу показывать, информировать по части, каким образом они выполняют это поручение президента. Депутат Ермурат Бапи считает, что правоохранительные органы не должны держать процесс возвращения активов в Казахстан в строгом секрете. Он говорит, что парламент мог бы помочь расследованию казахстанские депутаты в силах обратиться за содействием к своим зарубежным коллегам. По словам Бапи, раньше Министерство юстиции сообщало, что из Казахстана вывезли в целом 160 миллиардов долларов. Однако озвучил эти данные бывший глава Минюста Марат Бекитаев, который сейчас сам находится под следствием по подозрению в коррупции. А именно, злоупотребление и должностными полномочиями вдели особо крупный ущерб государству. Бекитаева поймали, когда он пытался сбежать в Лондон. Поэтому теперь его слова вызывают большое сомнение, насколько они правдивы. В Можилисе считают, что сумма в 160 миллиардов тенге сильно занижена. Из Казахстана могли вывезти намного больше. И кто же к этому причастен? Причасти нефтегаза. Мы довольствуемся пока тем, что, допустим, кто-то из каких-то олигархов или криптократов вернули самостоятельно в казну или в Казахстан какие-то суммы. А что у них, в самом деле они сколько имеют, и из той части, которая имеет, сколько вернули, в этом смысле у нас никакой информации нет. Поэтому, я думаю, по ходу этой кампании мы все равно через год, наверное, или через два все равно вернемся к тому, чтобы заставлять каких-то лиц возвращать страну вывезенные или украденные активы. Мы к этому вернемся. Это не только депутаты, это требования депутатов. Это, наверное, со временем и сам комитет, и сама комиссия к этому подойдет еще. В парламенте Казахстана есть сторонники введения закона о люстрации. Достаточно радикальная мера в отношении лиц, улеченных в коррупции. Ее также называют очищением власти через жертвоприношение. Я так думаю, что надо для этого, чтобы выяснить, что к чему, провести надо ревизию. Это как бы через законы, иллюстрации. Ближайшее окружение экс-президента должны пройти через ревизионную проверку. Тогда мы выясним. Там же особо не сложно, какие года, какие средства, какие кампании были переданы. В основном они же не просто так, допустим, они взяли, да, вывезли. В те времена были изданы какие-то постановления в пользу их, да, какие-то, как бы, правительственные какие-то документы. Ну, через них можно проверить после того, как приняли какие-то соответствующие постановления, какие активы куда вывезли, следы там, транзакцию несложно выяснить. Некоторые депутаты уверены, то, что правоохранительным органам удалось вернуть в страну, это лишь верхушка айсберга. А общественники требуют у комиссии по возврату активов опубликовать список лиц, кто обворовывал государство годами. Однако медленно, но верно антикур и генпрокуратура делают свое дело. Вот, к примеру, в марте в списке похитителей народных богатств появилась и фамилия Виктора Храпунова, бывшего Акима Алматы, который уже много лет живет в Европе. Через суд удалось вернуть в госсобственность часть имущественного комплекса в области здравоохранения Алматы. А именно здание площадью 3800 квадратных метров и 50 соток земли. И хочется верить, что это только начало. Вы смотрели программу СтопКоррупция. Меня зовут Артем Петров. Увидимся в следующих выпусках.